Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на своем канале. И сегодня мы с вами обсудим новую коллекцию фикс-прайса. Появились интересные новиночки для кухни, поэтому я думаю, это видео окажется для вас полезным. Новиночки разбросаны по разным магазинам, так что будем смотреть по мере того, как я посещала каждый из этих магазинов. Ну и естественно, речь пойдет о новой коллекции под названием Белый Лофт. И начнем мы с вами с корзинки для хранения. Это металлическая корзина размером 29,5х22 см, высота стенок 12,5 см, стоит 249 рублей. Помимо металла, тут используется дерево для ручек. Полезная новинка среди посуды. Это стеклянная форма для запекания вместе с силиконовой крышкой. Ну, силиконовую крышку, естественно, для запекания использовать нельзя. Но вот форма толкостенная и подходит для микроволновых печей, для духовых шкафов. Также ее можно мыть в посудомоечной машине. Цена формы 249 рублей. Максимальная температура использования этой формы 300 градусов. А еще нашла большой завоз. Вот таких пластиковых форм для закусок, для салатов. Я думаю, постоянные посетители фикс-прайса вспомнят, что когда только впервые открылся магазин, таких наборчиков бывало на полках очень много. И вот сейчас они снова есть в продаже. Цена набора 55 рублей. А еще очень сильно пополнился ассортимент фольгированных форм для выпечки. Тут есть большие формы противника за 62 рубля. Формы меньшего размера, но глубокие. Очень много разных. Посмотрите, сколько разных вариаций. Такие формы можно использовать не только в духовках, но также на открытых мангалах, на пикниках. Действительно вещь полезная. Стеклянный молочник объемом 350 миллилитров. Стоит 124 рубля. Изготовлен из сбора силикатного стекла. Подойдет для подачи молока или сливок к чаю или кофе. Еще одна интересная фольгированная форма, которую я нашла на полочках. Это форма для приготовления кексов на 6 ячеек. Цена 29,5 рублей. Большое металлическое сито с деревянной ручкой. Имеет длину 38 сантиметров. Стоит 149 рублей. Размеры 38 на 18 сантиметров. Глубина 7,5 сантиметров. Материал не ржавейка и дерево. Красивая тарелка диаметром 19 сантиметров. Материал керамика стоит 79 рублей. В этой серии представлено два варианта расцветок. К новой коллекции металлических аксессуаров в белом цвете белый лофт. Идеально подойдут и вот такие белые металлические держатели для бокалов. Эти держатели появились в продаже несколько лет назад. Но постоянно пополняется их количество в магазинах. Цена 149 рублей. Можно вешать как на открытые полки, а также во внутренние шкафы. И вот как раз в магазине по улице Ленина завезли металлические полки. А эти металлические полки я покажу чуть-чуть позднее, потому что пока их еще не выставили. Новые красивые низкие стаканы объемом 250 миллилитров стоят 79 рублей. Украшены красивым белым узором. Мельницы для специй за 79 рублей. Это стеклянные мельницы. Завезли у нас пока только вот в таких цветах. В основном это красный и белый. Я подобного плана мельницы только в черном цвете покупала примерно года полтора-два назад. И она мне служит верой. И правда идеально подойдет как для перца, а также для крупной морской соли. Друзья, кстати, в продаже сейчас имеется полная коллекция аксессуаров посуды из серии House and Home. Или кто ее еще называет? Home and Home по надписи на самих баночках и кружках. В ближайшее время выйдет подробный обзор именно полностью посвященный этой коллекции для вашего удобства. Подставка под горячее за 49,5 рублей. Завезли в трех вариантах расцветок. Материал термопластичная резина. Диаметр 19,5 сантиметров. Деревенная разделочная доска за 149 рублей. По внешнему виду мне такие доски нравятся. Из подобного материала я покупала круглую доску. Но за счет того, что это все-таки в основном клееное изделие, то каких-то особых усилий возлагать не стоит, потому что у меня такая доска треснула под нажимом. Ну а для декоративных целей или для разрезания каких-то не очень тяжело разделываемых продуктов эта доска подходит. Можно использовать как просто доску сервировочную, например, подать сырную колбасную нарезку. Для этих целей доски действительно хорошо подходят. Новые пакеты для хранения продуктов, для замораживания и просто для хранения. Стоят они 79 рублей. Имеют размеры 18 на 16 сантиметров. Каждой упаковке по 25 штук. И имеют хорошую, крепкую, надежную застежку. Не удержалась. Купила несколько наборчиков для предстоящего сезона заготовок. Среди продуктов нашла интересную штучку, но я не знаю, насколько она окажется полезной, потому что состав этих конфет очень специфический. Это жидкие конфеты со вкусом колы. Продаются вот в таком тюбике в виде зубной пасты. Цена 99 рублей. А еще посмотрите, какие интересные декоративные полки появились в продаже. Это наборы из двух полок, которые соединяются между собой. Вставляются одна в другую. Имеются прорези. В комплекте также имеются петельки для подвешивания, саморезы, дюбеля. Цена набора 299 рублей. Пока завезли только в черном цвете. Но выглядит действительно эффектно. Пополнение ассортимента детских колготок. Стоят они 149 рублей. Подобного плана колготки я беру постоянно в фикс-прессе. Да, конечно, со временем они затираются, образуются катышки на коленках. Но, в принципе, сейчас у всех колготок, в каком магазине я не покупала, такие же проблемы. Материал 62% хлопка, 35% полиэстелера и 5%, точнее 3% полиуретана, наверное, насколько я поняла. Если у вас есть детки возраст примерно 2-3 года, то хочу посоветовать обратить внимание на вот такие тканилые шапочки за 59 рублей. Идеальный вариант на холодную весну, на холодную осень, а также на прохладные летние денечки. Появилось несколько новиночек среди одежды. Например, детские шорты. Шорты есть в разной ценовой категории. От 149 рублей до 199. Расцветки есть как для мальчиков, так и для девочек. Комплекты детских мальчик и трусиков. Это комплект для девочек. Стоит 249 рублей. Тут у нас есть разные принты. Есть комплекты с трусиками просто в виде трусиков, а есть чуть-чуть удлиненные шортики. Цена набора 249 рублей. Состаль 92% хлопка, 8% волостана. Размеры со 104 по 128. И еще есть несколько интересных расцветок пижам. Еще вот такой вариант шортиков за 149 рублей. Но такие шорты всегда бывают в продаже. И снова появились в продаже вот эти сарафанчики. Низ у них выполнен из джинсы, а верх из хлопчатой бумажной ткани. Такой сарафанчик я покупала Sony в прошлом году. Лето отгоняло действительно хорошего качества. Детские лосины за 249 рублей. Состав 95% хлопка, хлопка 5% лайкры. Размеры с 26 по 34. Бывают в разных расцветках. Имеется имитация стрелок и интересно отделан низ спереди в виде вот такого треугольного разреза. Детские футболки за 149 рублей. Это серия футболок для мальчиков. Состав 100% хлопок. Размеры со 104 по 128. Оригинальная туника для пляжного отдыха. Это туника уже для взрослых женщин. Посмотрите, какие яркие, насыщенные оттенки. Это туники в качестве, знаете, таких накидок на купальник. Можно, конечно, комбинировать с топами, с шортами. Размеры есть разные. Максимальный, который я находила, 50. Материал, естественно, у нас полиэстер. Край обработан обычно и в обычный прямой покрой, без явного рукава. Еще на веночке среди обуви это легкие калоши из материала Эва. Стоят они 349 рублей. И вот такая коллекция женских сандалей. Завезли в трех вариантах цветов. В основном это синий, розовый и нежно-голубой. Материал подошвы Эва. Набор мелков для рисования на асфальте. В комплекте также идут и трафареты. В этой серии есть несколько вариантов. Стоит 124 рубля. Шесть больших мелков. Четыре трафарета. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новинкам магазинов Экспресс была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Ну а в следующем видео мы с вами продолжим изучать новинки. И надеюсь, что они окажутся для вас полезными. Субтитры сделал DimaTorzok